В 2002 году Павел Шеремет приехал в Абхазию с целью снять документальный фильм для телеканала ОРТ. В процессе подготовки к съемкам стало ясно, что это не первый визит Павла в Абхазию. По ходу съемок документального фильма мы сидели, вспоминали разные истории, связанные с детством. И он тогда набрал номер мамы, позвонил ей по телефону и спрашивает, мама, мы в детстве не отдыхали в Абхазии, и где мы отдыхали? И мать ему рассказала о том, что они отдыхали в Новом Афоне, даже примерно рисовала место, дом, буквально мыс в Новом Афоне. И вот мы потом с Юрием Николаевичем связались с афонскими ребятами, нам сообщили, что это дом Вадима Матуа, и они потом встретились. Это была очень такая трогательная встреча, возвращение в детство. Они, в принципе, были ровесниками, вместе играли, ходили на море. Когда Павел Шеремет захотел снимать фильм об Абхазии, некоторые абхазские чиновники с опаской отнеслись к этому проекту. Сказывалась скандальная слава журналиста за годы профессиональной деятельности в России и Беларуси. Однако, заручившись поддержкой Владислава Ардзенба, Шеремет получил полную свободу действий. У нас всех очень удивил. За столь короткое время он очень глубоко копнул, изучил ситуацию в Абхазии. У него был небольшой экскурс в историю Абхазии. Он искал причины большого конфликта, причины войны. И многие видеоматериалы из хроники, которые мы ему предоставили, он очень профессионально их использовал. Я могу сказать, что для того периода это был один из самых удачных документальных фильмов об Абхазии. Пока шли съемки, российский журналист познакомился со многими чиновниками, общественными деятелями, представителями оппозиции и журналистами Абхазии. Некоторые из них стали героями его документального фильма. Тогда я была просто одной из героинь его фильма, которая говорила о своем взгляде, говорила о состоянии независимых СМИ в Абхазии, делилась своими предположениями. Фильм был, кстати, очень интересный. Он потом попросил меня, я была в Москве, он попросил меня, он собрал хорошие очень кадры, груз переселен в строю, который вставил в свой фильм, подбирал музыку, заказывал. То есть он был достаточно сильно увлечен Абхазией. Уехав из Абхазии, Шеремет всегда оставался в курсе политической ситуации в республике. Он поддерживал связь со своими абхазскими коллегами и друзьями, придумывал совместные проекты. Как-то так случилось, что у нас сложились с ним очень дружеские отношения. Мы потом совместно осуществляли некоторые проекты, в том числе и обучающие проекты. И был вот такой проект, это была его идея, он предложил мне сделать путеводитель по Абхазии. Но работать с этим человеком было как бы и сложно, и просто, потому что он был очень критичен, очень требователен. Путеводитель был издан в 2008 году. Тогда же на телеканале Абаза ТВ вышел сюжет, где Павел Шеремет подробно рассказывал о том, как родилась идея создания справочника по достопримечательностям Абхазии. Я хотел рассказать о том, что притягивает на самом деле людей сюда. Рассказать о том, что так тебя привязывает к Абхазии, что потом ты не можешь с этими местами порвать. Если раньше, когда я сюда приезжал, я снимал фильмы, писал статьи, и, как правило, я писал о сложной обстановке, о грузино-абхазском конфликте, и я, как и все, готовился к войне, то в какой-то момент я устал готовиться к войне и стал готовиться к миру. И уверен, что сейчас пришло время готовиться к миру. И я увидел, особенно в прошлом году, как много здесь было людей, толпы народа. Многие приезжают не ориентируясь, что здесь происходит, куда пойти и так далее и тому подобное. Поэтому я решил издать такой путеводитель. Несколько лет у меня была идея, я все никак не мог ее реализовать, то не было времени, то не было того, то не было сего. Но вместе с изидычанием, это журналистка нужной газеты, мы все-таки собрались с силами и нынешней весной сделали вот такой путеводитель. За год до этого Павел Шеремет принимал участие в становлении телеканала Абаза-ТВ. Вместе с коллегами он провел серию мастер-классов для журналистов и операторов нового телеканала. Когда зарождался наш телевизионный проект, он один из тех, кто внес свою лепту. По нашему приглашению он приезжал к нам в Суху, в нашу редакцию, в Абазу, проводил здесь вместе с другими ребятами тренинг. Это было очень содержательно для всех наших молодых и не только для молодых журналистов. Неделю он провел в нашей редакции. Важным фактором информационного и политического пространства в Абхазии это появление второй независимой телекомпании. До последнего момента в Абхазии была одна государственная телекомпания, а теперь здесь уже есть вторая телекомпания. Это очень положительный фактор. И во многом с этим связан мой нынешний приезд. Я приехал помочь этой телекомпании новой Абаза ТВ. Я приехал для того, чтобы провести семинары с абхазскими журналистами по технике телевизионной работы. И появление новых альтернативных средств массовой информации, особенно электронных, свидетельствует о том, что политически абхазское государство и абхазское общество становятся все более и более зрелыми. Последние пять лет Павел Шеремет жил в Киеве. Работал журналистом в издании «Украинская правда», был ведущим на радиовести. В 2015 году запустил авторский проект «Диалоги» на украинском телеканале 24. Он ничего не принимал на веру, он все подвергал скепсису, и как бы к нему хорошо не относились, он умел задавать едкие очень вопросы. Вопросы, которые приводили иной раз людей неискушенных в этом журналистском скепсисе, они приводили иной раз в ужас. У меня много раз спрашивали, как ты с таким человеком общаешься, но это было чисто журналистское, это был профессиональный подход. Он таким образом вытаскивал людей на откровенность, вытаскивал людей на диалог. Это был большой журналист. Его не воспринимали люди, которые никогда не хотели, чтобы правда становилась настоянием большой аудитории. И, может быть, это и послужило его в сегодняшней трагедии смерти. Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате взрыва машины в центре Киева. Автомобиль, в котором ехал журналист, принадлежал руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле. Надежда Боровикова, Турник Амичба, Абаза ТВ